Игорь Геннадьевич, расскажите, как команда жила в этот промежуток, сколько было выходных после «Зенита», кто уже успел вернуться из сборной, кто еще нет, и как жила команда? Три дня выходных было после игры, потом собрались молодых ребят, потянулись в дубле, потому что народу не хватало, много было ехать на этот раз, но вернулись со сборной России все, кроме молодежной сборной, и не вернулись, «Зенитинга» не вернулся еще и «Ниас», но сегодня они будут вечером в Москве. Доктора их ждут на базе, так что все мероприятия пройдут, тренер один останется здесь. Готовимся к Анжи. А следили за матчами сборников и как оцениваете их игру? Ну, следил за первой игрой в сборной России, сам это Саше понравилось в первом тайме, но вообще понравилось. Динга смотрел тоже, там пришлось посмотреть игру вчерашнюю с «Эфиопией», мы выиграли 2-1, тоже здорово сыграл, ни я, к сожалению, не играл. Так, всеми доволен, у Шкулевич был за сборную первую. Я думаю, что эмоционально должны вернуться в хорошем настроении. То есть этот перерыв, он скорее на пользу пошел в эмоциональном плане «Локомотива»? На пользу, на пользу, я вам отвечу на этот вопрос 21 вечера. Как он пошел на пользу, на пользу, сейчас хотелось бы, чтобы пошел на пользу, посмотрим. С «Зенитом» вы играли вторым номером, о чем вы сами говорили после матча и сказали, что это лучшее, что может на поле «Локомотив». С «Анжи» скорее всего придется играть первым номером. Насколько готов сегодняшний «Локомотив» играть со стороны силы? Нормально готовы, уже не первая игра, где мы будем играть первым номером. Мы до этой игры были, которые мы выигрывали. А так категорически говоришь, что мы первым номером играть не можем. Я еще раз говорю, в России кто первым номером может играть? По этому команду, зайдем. Может быть, вам виднее. Будем тогда у них учиться, как играть первым номером. Но вы будете играть в «Гаршем туре» с последней командой. Понятно, что все футболисты профессионалы. Существует еще какой-то дополнительный способ мотивировать их на игру с последней командой? А зачем мотивировать кого-то? Ребята и так понимают, что третье место далеко от «ЦСКА». От «Зенита» четыре очка впереди. Зачем лишний разговор вести? Так все понимают. А вы куда смотрите больше? Назад на «Зенит» или вперед на «ЦСКА»? Я? Никуда. А «Локомотив»? Только на свою команду смотрю. Игорь Геннадьевич, «Коломейцев» уже ответил на этот вопрос. С его точки зрения, настоящий «Локомотив» был только в матче с «Зенитом», а не в матче с «Кубанью». На ваш взгляд, какой «Локомотив» все-таки настоящий, потому что диаметрально противоположен? Ну, точно не с «Кубанью». Ну, «Зенитом» правильно сказал «Коломейцев», что настоящий «Локомотив» был с «Зенитом». Ну, и другие игры были, я просто не буду прочитать. Так что вот это надо как-то игре стремиться, к которому показали «Зенитом». Ну, в матче с «Зенитом» показали свой лучший футбол или потолок еще не видел? Ну, хотелось бы еще лучше, но будем работать, чтобы улучшать игру. Насколько вам непривычно и тяжело работать в условиях, когда «Зенитом» уезжают из сборной, приезжают из сборной? Да, уже привык, в принципе. Это нормальное явление, наоборот, когда в команде много сборников, наоборот, хорошо. Это престиж клуба. Это указается, еще больше будет сборников. Участвовал клубу в постсборной синдром, когда невозможно нормально играть в матче сборника? Ну, не знаю, у нас со «Спартаком» уже получилось после сборника. Будем надеяться, что с «Зенитом» получится. Вы сказали, что удалось поработать с молодыми ребятами из «Дубля», в том числе с 98-м годом. Ваши впечатления? Нормальные ребята стараются. Есть будущее, но перспективы. Так что будем почаще их вызывать, главную команду. Будем следить за ними. На игры из «Дубля» ездит у нас один тренер, Саркиф Саганисян, на каждые игры. Приезжает, рассказывает. Уже после его разговора дело не будет, кого привлекать, кого пока не привлекать. К слову о молодых игроках, молодежная сборная – какая-то катастрофа по результатам. На Ваш взгляд, в чем дело? Ну, я не знаю, в чем дело. Там есть главный тренер Хамуха, пускай Дима разбирается, как я могу лезть туда, куда мне не положено лезть. У меня есть чем заниматься и куда лезть. У меня команда есть, на команде. Если я могу на любого вопроса ответить, а там это уже не ко мне. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!